Зима близко, но постояльцы пункта временного содержания безнадзорных животных вынуждены встречать первые морозы почти под открытым небом. Строительство нового дома для четвероногих ведется уже более года, хотя еще в мае кошки и собаки должны были отметить новоселье. Как продвигается строительство и когда около нового объекта будет перерезано ленточком, выясняла Алена Валей. 14 лет он верой и правдой служил хозяевам, но старость пёс вынужден встречать не на мягкой подстилке в родном доме, а в приюте. Он болеет, у него воспаление паранальной железы, у него раны на лапах. Просто по старости привезли, потому что старый и в принципе никому не нужный как будто бы. И вот он будет свою старость получается доживать у нас и в каких условиях мне придется его лечить, конечно, тоже не хороший вариант. Ну что делать? Таких историй здесь столько, сколько и жителей пункта временного содержания безнадзорных животных. Кого-то предали любимые хозяева, кто-то уже родился на улице и успел узнать холод, голод и равнодушие. Здесь в приюте они получают уход и еду. Каждый из 43 постояльцев имеет свою коныру. Вот только жильё четвероногих даже к ветхому отнести нельзя. Оно может укрыть от дождя, а вот от сильного ветра или морозов не спасает. Выход есть, но вновь безответственность людей заставляет бобиков и тузиков провести очередную зиму на улице. Буквально в нескольких метрах от пункта строится новый питомник. Однако подрядчик сдавать объект не торопится. Бизнес «Трой плюс» из Архангельска. То есть мы с её руководителем встречались один раз. Тогда был обозначен срок, это был, по-моему, если не ошибаюсь, июль месяц, да. И срок стоял до 15 августа. Уже тогда были большие сомнения в том, что это произойдёт. Но вот уже сегодня у нас 15 сентября. Мы видим, что работы как таковые в должном объёме не ведутся. По словам прораба компании-субподрядчика, Укртрансстрой Виктора Волоско на сегодняшний день выполнено 80-90% всех работ. Они бы и готовы бросить все силы на строительство дома для четвероногих. Но компания-подрядчик «Бизнес «Трой плюс» сама тормозит процесс. И даже строителям задерживает выплаты. А сами рассчитались в том объёме? Ну, на данный момент где-то, я точно не скажу, но, насколько я помню, 250, 150, вот сейчас, по-моему, около 500-670 тысяч. Общий объём? Общий, что рассчитались. 12 миллионов? Да. Сейчас на объекте ведётся заливка подъездной дороги. Вольеры почти готовы. Но заселиться четвероногие скитальцы не могут. Поэтому решено утепляться. Если с собаками проще, то вот кошкам и щенкам заполярных морозов не пережить. Сейчас малыши обитают в двух вольерах на улице. Кошки в здании пункта. Но в нём нет отопления. Большая просьба в том числе и неравнодушным людям оказать содействие. Хотя бы в виде, возможно, каких-то имеющихся там бесхозных строений. Те же самые какие-то сараи, ещё что-то. То, что можно легко переоборудовать в лёгкие вольеры и поставить на той территории, где мы сейчас с вами находимся. После утепления там смогут разместиться кошки и щенки. И в более хороших условиях пережить морозы. А судьба нового питомника будет решаться 30 сентября. Может быть, тогда станут известны новые сроки сдачи объекта и судьба подрядчика.